О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещение дух и опыт Сын ошибок трудных и гений Парадоксов друг и случай Бог-изобретатель Александр Сергеевич Пушкин Добрый день! Сегодня мы вновь обращаемся к историческому прошлому К истории Новгорода Наш гость сегодня, известный ученый Валентин Лаврентьевич Янин Который известен в первую очередь своими раскопками Новгорода И сегодня он расскажет о последних открытиях Которые сделаны в его экспедиции И мы увидим в его рассказе Как возникает картина тысячелетней давности нашей истории Какие тогда жили люди Какими им управляли страсти Как протекала их жизнь Тогда позвольте я начну с одной мысли Которая мне пришла в голову Тогда, когда я получил приглашение Участвовать в сегодняшней передаче Очевидное и невероятное Вот это чувство невероятности очевидного Мы переживаем ежедневно Находясь на раскопках в Новгороде Ну вот представьте себе Мы расчистили деревянную мостовую древнюю улицу Середины 13 века Как машина времени Он был на этих раскопках в Новгороде Это производит грандиозное впечатление На этих самых плахах мостовой Еще не озвучал стук копыт Коней Александра Невского Который отправлялся на битву Ледовое побоище Вот мы ходим по этой мостовой Чертим Заносим на планы находки Которые рядом обнаруживаются Одно из самых сильных впечатлений Которые нам доводятся переживать Это встреча с нашим далеким предком Вот представьте себе Жил человек Его, естественно, помнят дети Его знают и помнят внуки Правнуки чаще всего могут знать Имя своего прадеда Только по отчеству своего деда Про правнукам уже, может быть, эти имена неизвестны Прошло какое-то время И от человека, который... Порядка 100 лет Да, порядка 100 лет От человека, который прошел по земле Который работал над ней Который стремился к красоте Совершенству какому-то От него не осталось никакого вспоминания На всем земном шаре Нет ни одной души Который помнил бы о том Что вот такой-то человек Жил, когда страдал, понимаете Мечтал и так далее И вдруг, значит, мы Вы получаете доступ к этому Брошенные, так сказать, его адресатом Читаем это письмо Проникаем в его заботы В его радости В его горести Мы общаемся с ним Ну вот, это потрясающее чувство Преодоления времени Вокс аудита латет Литера скрипта манет Сказанное исчезает Написанное остается Иногда мы переживаем Невероятные совершенно приключения Особенно тогда, когда раскопки Идут по линии расширения Первоначальной территории раскопаны Как вот на Неревском раскопе было На котором мы 19 лет работали Как сейчас, вот 31 год Мы работаем на Троицком раскопе Там уже свыше 7 тысяч квадратных метров Скрыто Но 30 лет тому назад Когда мы начинали эти работы То в слое конца 12 века Первая берестная грамота Которую мы обнаружили на этом участке Прочли ее Вот в ней содержался такой текст От Мирослава к Олисею Грещину Вот сейчас войдет Гавка, палачанин Гавриил, житель Полоцка Спроси у него Где он остановился Ведь ты видел, как я Ивана арестовал Поставь его перед свидетелями Будем слушать, как он скажет То есть это судебный процесс В котором участвуют два важных чиновника Один это Олисей Грещин Это представитель князя Как потом мы выяснили А Мирослав Это Мирошко Незденич Это знаменитый новгородский посадник Конца 19 века Он тоже обязательно участник суда Без его окончательного решения Ни одно дело, так сказать, не закрывалось Ну вот Вот какое судебное дело Переписка, так сказать, двух заседателей суда Во время этого следствия 30 лет мы не знали Как это дело продолжается До сих пор Что происходило Что происходило Что происходило Почти тысяч лет Мы не узнали до сих пор Но В 2003 году Были найдены Три документа Три берестяных грамоты Вот первые грамоты Я прочту Вот такой текст У Федора У Василия У другого Федора И у Гаврилы И у Сидора Четыре У Смердов Четырнадцать У Сутемира Десять У Георгиева Старосты Одиннадцать У Бориса Пять У Грицина Столько-то Ну и так далее Вы читаете прямо По берестяной грамоте Да, по берестяной грамоте Грицина Мы только что встретили с вами Теперь дальше Рядята Тут упоминается такой Усадьба, на которой найдена эта грамота Находят на Рядятиной улице А новгородцы очень часто называли свои улицы по именам первопоселенцев Так что это Рядята наверняка житель здешний Борис тут упоминается Борис это сын Мирошки Незденища Посадника Вот Ясно, что вот конец грамоты Это люди, которые связаны территориально С тем местом, где велись раскопки А вот первые имена Не очень понятно было, что это такое Пока, значит, мы не прошли вот этого Георгиева староста Староста церкви Святого Георгия В Новгороде было три церкви Святого Георгия Одна была на торгу Она никакого отношения не может иметь к документу найденному Совсем в другом конце города Другая в нерезком конце Это тоже другой конец города Третья Это Юрьев монастырь Георгиевский собор Юрьевого монастыря Совсем вроде далеко от Новгорода Но Именно в этом соборе был похоронен Мирошка Незденищ Судя по этому расписанию Кто сколько там чего-то должен Кто сколько-то внес Становится понятным, что это, по-видимому, роспись Участников поминального обеда После погребения Мирошка Каждый со своим, так сказать, вкладом туда приходил Вот мы, значит, горячейно здесь встретили снова Другая грамота Который имеет, значит, номер 936 От Ивана к Мирошке К Мирошке же Дальше все оборвано Но видно, значит, в конце, что он Пришел к Луке Значит, что это за люди такие? Ну, Мирошка, понятно, это посадник К Мирошке же, значит, это повторное какое-то письмо И Иван, мы это ими встретили Вот тот арестован, который был Мирошкой в свое время Он ли это или нет Так вот, Лука, который здесь упомянут Он упоминается в летописи Это отрок Мирошки Отрок – это судебный исполнитель Так вот, значит, Иванка пишет Мирошке Что он был судебный исполнитель Луки у него То есть, поскольку это опять судебный дел Он связан, но уже подозрение появляется, что это он и есть Некоторое время тому назад Несколько лет тому назад Мы нашли еще одну грамоту Которая как будто прямого отношения Не имеет к делу Но там говорится вот о чем Тоже оборванная грамота Поклоняя не отбратила к завиду Мертвости Полоцки Какой-то человек на букву Д Дальше оторвано С Полоцком связано И вот, наконец, грамот номер 934 С таким текстом От домашка к обратиле Вот на обратил уже известен К этому полощадину обратили Око стоя, значит, иди в город Око стоя – это моментально, так сказать Как получишь вот это письмо Так возвращаешься в город Выправил есмь сына твоего с Гавшию Я уладил дело твоего сына с Гавшей, с Гаврилой Вот с тем самым Гавкой Ну вот Почему, значит, обратила вот этот палачанин Как он мог вмешаться, что это за человек Мы находили грамоты, к которым он упоминается Это богатый новгородский человек Который, как бы сейчас сказали Спонсирует соседнего монастыря Варварину То есть человек очень авторитетный Вот он таким образом вмешался в это дело Это тот самый процесс, о котором мы 30 лет Там узнали И спустя 30 лет узнали, что он благополучно завершен Что все, значит, улажено между Истцом и Ответчиком Чем не час суда, который по телевидению показывает Вот именно Черде каждый день Это живой процесс, который вы как бы выхватываете из глубин веков С именами, с документами, неоспоримые вещи по существу Вокс аудита латет, литера скрипта манит Сказанное исчезает, написанное остается Давайте мы вернемся к одному из участников всех этих событий Алисею Грещину Ведя раскопки на Троицком раскопе Вскрывая усадьбу, которая принадлежала Алисею Грещину Мы обнаружили, что этот человек был владельцем большой иконописной мастерской В общем, это целое предприятие было А сам этот Алисей Грещин Вот от имени которого была написана эта грамота первая Найдена на Троицком раскопе Вот он зафиксирован в летописи Как человек, который списал фресками церковь Резоположения Это надратная церковь в Новгородском Кремле К сожалению, эти фрески не сохранились Церковь рухнула в XVIII веке Была уничтожена навсегда Ну вот, что Грещин Петрович его называет в этом случае летопись Вот он расписывал эту церковь Мы еще узнали из летописи, что он домогался поста архиепископа в 90-х годах XII века Но тогда победил другой претендент Он не смог стать архиеписком То есть он занимал очень видное положение и в церковной иерархии И вот, знакомясь с документами, которые ему адресованы И с теми, которые написаны им самим Ну вот, мы обнаружили, что у него имеется целый ряд привычных описок Вот, допустим, он писал вместо Эмерт ФУ То есть Богоматерь греческими литерами сокращенной Да, когда только не согласно пишется Он писал Марфа Вот так вот Об этом и в других источниках говорят, что Неции, понимаете Некоторые вот чтят, так сказать, Богоматерь под именем Марфа Хотя это неправильно Ты вот, оказывается, в Спаснерезенской церкви В этом знаменитом ансамбле, который почти весь погиб в войну Но который сохранился в копиях, так сказать, фотографиях И частично в натуре Вот там рукой главного мастера прописаны имена Изображенных в алтаре святых И изображена там Божья Матерь Я знаю, что подружники Из европейского средневековья часто рисовали своих подруг, своих знакомых Нет, здесь не подруги, не знакомые Там Христос, Эммануил на троне А справа от него, как положено, Иван Претещий и Божья Матерь Что там написано? Хагия святая, а дальше Марфа Может, это и была какая-нибудь Марфа или нет? Нет, она Марфы не была, значит, это вот его привычная описка Значит, так вот познакомились мы с человеком Вернули, значит, имя этого мастера А дальше есть у нас такой замечательный сотрудник в экспедиции Лингвист Алексей Исеч Гиппиус Вот он сделал, значит, невероятно интересные открытия В Новгороде пользуется известностью Одна из самых замечательных ювелирных работ XII века Вот такой сосуд Причастная чаша или кротер, как его по-гречески называют Который был сделан мастером Костой Мастер Коста на днище, значит, этого сосуда Написал свое имя А вот по ободку этого сосуда Следующая, значит, фраза Начеканина Все сосуд Петров и жены его Марья Значит, заказчиками этого сосуда были некий Петр и жена его Марья Там четыре изображения Христос изображен, Мария, Дева, затем Петр, апостол И Анастасия Ну понятно, почему Петр и Дева Марья Потому что Петр, жена его Марья Они своих, так сказать, святых изобразили Христос тоже, понятно Анастасия откуда взялась? А откуда Анастасия взялась? И вот выясняется, что в 1155 году Некий Петр Михалкович А по всем, так сказать, совпадениям По всем сочетаниям, которые в Береснограмотах имеются Во всех находках Получается, что это отец как раз нашего Алисея Гречина Он в 1155 году, как сообщает об этом летописи Отдал свою дочь Анастасию Замуж за сына Юрия Долгорукова Князя Мстислава Юрьевича Которую новгородцы пригласили к себе на княжение И тогда в память, в честь вот этого бракосочетания Воспоминания о нем Значит, родители Анастасии заказали этот сосуд Для того, чтобы поместить его в Софийский собор И чтобы все новгородцы могли причащаться, так сказать Из этого сосуда И поминали бы это и их, так сказать, и их дочь Анастасию Вокс аудита латет, литера скрипта манет Сказанное исчезает, написанное остается А вот дальше, значит, еще интереснее В Новгороде существует знаменитая икона знамения Называется «Битва суздальцев с новгородцами» Что она изображает? Один сюжет военной истории Новгорода 1170 года В 1170 году Андрей Боголюбский направил туда, значит, войско суздальцев К которым присоединил еще подластных ему князей Из разных новгородских земель И вот, и они обступили, значит, Новгород В феврале 1170 года состоялась битва Финальная битва между новгородцами и суздальцами И вот на эту битву был принесен нерукотворный образ знамени Божьей Матери Вот его несут, значит, к месту битвы Эту икону И суздальца начали стрелять по этой процессе И икону раненой стрелой Икона раненой заплакала Кстати, до сих пор у нее, значит, имеется шрам от стрелы Заплакала Архиепископ собрал, так сказать, ее слезы в филонь свою А в отвещение нападавшим Эта икона наслала тьму на суддальское войско И они в темноте, по-видимому, затмение произошло В это время лунное, это ночью было Они начали коллажматить друг друга вместо того, чтобы побывать с новгородцами И в результате новгородцы победили Так вот, победа В этой битве была приписана Этой иконе знаменской Так вот, к чему я об этом рассказываю На обороте этой знаменской иконы Изображены апостол Петр И святая Анастасия Опять тот же самый народ Тот же сюжет Значит, Петр, Богоматерь и Анастасия То есть, эта икона тогда же, в 1155 году Была написана по заказу Петра, значит, и его жены Марии Вот, по знаменованию начатой свадьбы Дальше опять возвращаюсь к Грещину Я напомню, что вот этот Грещин Алисей, который я расписывал Нерейдеса С которым мы хорошо познакомились в Новгороде Из которого начался мой рассказ сегодняшний Вот, он Был маленьким мальчиком Тогда, значит, когда Его сестра Анастасия вышла замуж за князя Мстислава А дальше события развертывались очень интересным образом Через некоторое время, через несколько лет Новгородцы отказали Князю Мстиславу Юрьевичу Новгородскому княжению И Мстислав вынужден был вернуться обратно в Суздаль И во Владимир А там Андрей Боголюбский Который сделался к этому времени великим князем Он стремился к полному единобластью И вот своих братьев, в том числе, значит, Мстислава Выгнал за пределы Руси Они нашли приют Византийской империи Византийский император Выделил князю Мстиславу Юрьевичу Землю около Ашкалона Это теперешний Израиль Это на берегу, значит, Средиземного моря Этот город Ашкалон И вот там, значит, он несколько лет жил Я так полагаю Что, по-видимому, все-таки он был издан туда То есть он увез туда свою жену И наверняка он увез ее брата маленького К этому времени, наверное, родители Уже умерли с Петромария И он оставался в семье княжеской И поэтому он и сделался гречином Вот когда я вернулся в Руси Как грека То как грека Как человек, который пожил в греческой империи византийской Вот он сделался Вот такой узел, понимаете, завязался из тех находок Которые на Троицком раскопе были найдены Вот берестяные грамоты Они основа всего сейчас Потому что они дают нам возможность Заглянуть в такие закоулки нашей истории В которые наши предшественники И не думали, что они когда-либо туда попадут Заглянут В чем дело? Наши предки, в отличие от предков англичан Скажем, французов там или датчан Ну вот, они жили в деревянных домах На любой странице Новгородской летписи Мы прочтем Сгорела такая-то улица От такого-то храма до такого-то Сгорела половина города Сгорел весь город Ну вот, то есть во время пожаров Горело все Горело все содержимое дома Горели книги Горели иконы Горели рукописи Горели берестяные грамоты Результат получился такой До открытия берестяной грамоты От домонгольского времени То есть от 11-го, 12-го и 1-й, 3-й, 13-го века До нас дошло только три листа пергамена С текстами, касающими гражданской истории Все остальное сгорело Поэтому мы были лишены источников Ну, вы скажете, летопись Летопись Главный наш источник Другого типа документов Древнейший список летописей Относится к рубежу 13-го, 14-го века Более ранние списки не сохранились А то, что до нас дошло Это многократно редактировано Что-то из них устранялось нежелательное Что-то добавлялось иногда Совершенно мифическое Но вот поэтому летописные рассказы Они требуют постоянного контроля И, так сказать, проверки Но более того Летописец интересовался далеко не всем Его интересовали необычные события Ну, вот война началась Там князь умер Нового епископа избрали Комета пролетела Мор Знамени всякие Да Мор, понимаете На скотина напал Какая-то эпидемия Вот это все записать надо А то, что известно отцу, деду, прадеду Зачем это записать? Это каждый знает А нас-то интересует Именно вот это все И вот это все Мы узнаем Прежде всего из Бересины грамот Которых К настоящему времени в Новгороде Найдено 953 Кроме того, в Новгородской земле Еще 40 грамот Старой Руси И 19 грамот в Торжке То есть сложите все это вместе И будет больше тысячи уже И из них Около 500 грамот Относится как раз Вот этому глухому времени 11-й, 12-й, 1-й, 3-й, 13-го века Я прочту Две грамоты, найденные В этом году в Старой Руси Они относятся к 14-му веку Ко второй половине Аксинья и Родион Пишут из Новгорода В Старую Руссу Сестре Аксинье Татьяне И ее мужу Пойдите в город К сей неделе То есть к этому воскресенью Давать ими дочи Мне отдавать дочь замуж А сестры моей приставницать А я господину своим Родиону И своей сестре моей Многоцелом бью Значит, она отдает замуж Свою дочь При порядке, который существует В Древней Руси Родителям жениха или невесты Нельзя руководить свадьбой Это может сделать только Ближайший родственник Она приглашает своих ближайших Сестру и ее мужа В гости на эту свадьбу И своей сестре поручает Приставничать То есть руководить Свадьбы А вот другая грамота Конца XIV века Поклон от Григория Ермоле и Азикею Послал Есим к Тобе Шесть бочек вина Значит, новгородский купец Который связан с Ганзой По Визганзейской торговле Оттуда все эти фряжские вина приходили Он посылает ему шесть бочек вина Как палец хватит Как понять это вражение Как палец хватит А это значит Что когда получишь эти бочки Открой, значит, затычку Опусти туда палец Если достанет он до вина Значит, все в порядке Все цело Ничего не отбито Не украдено Все свято Как палец И ты то осмотри гораздо И ты внимательно Значит, что это осмотри А продай, как и те К тому же То есть до этого он посылал Какую-то партию вина Которую тот должен был продать Вот продай по той же цене Что и раньше И ты то отошли А моим ребятам Не давай серебра Пошли с долгом Он на своих ребят Которые везут эти бочки В старые руссы Он не рассчитывает На их честность Боится, что они что-то Отольют, отопьют Продадут по дороге Вот такие, понимаете Мелочи Которые нигде В другом месте Вы не найдете Что мне очень важно Подчеркнуть Что вот мы ведь Общаемся с людьми Которыми летописцы Не интересовались Поэтому мы даже Какие-то генеалогические связи Устанавливаем между простыми людьми Ведь до сих пор Генеалоги интересовались дворяне Вот они А как они интересовались? Я каждый раз Когда заходит разговор Дворянской генеалогии Я вспоминаю Из записных книжек Чехова Такую историю Как некий Помещик Рубец-Откачалов Нашел Что у себя на чердаке Какие-то старинные портреты Мужчины и женщины Ну вот Их отреставлил Очистил В рамы заключил В гостиной повесил И под мужским портретом Написал Адам Рубец-Откачалов А под женским Ева Рубец-Откачалов Вот так А у нас, понимаете Да, вот все эти Подлинные генеалогии возникают Вот мы эти связи Завязываем снова, понимаете Между прошлым и настоящим Но, понимаете Может быть, важна Не такая вот точность документа Сколько структура Которая при этом Вы видно, как они сохраняются И какое значение Они тогда играли Да, да И по существу Вы переносите это И на наше время И вот может Вот это Обостренное чувство Как-то даже, может быть Воссоздать Историю, которую Невозможно воссоздать Но вы хотите Как бы игра такая Спасибо, что вы почерпали Вот это намерение И оно Оно, по-моему, отражает Может быть Ту скоротечность Нашей современной жизни Что эти вот корни Они делаются Все время важно Вот надо все время понять Что наша жизнь Хоть и скоротечна Но она начинается Когда-то еще В деяниях наших предков Оно, по-моему, отражает Громадное вам спасибо За этот рассказ Спасибо вам, Сергей Петрович Я надеюсь, что это не последняя наша встреча И каждый год принесет Новое открытие Нашего прошлого Так что до новых встреч У наших экранов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова